Заведующий травмпунктом амбулатории Бутово-парк Рустамов-Индиев вызвался добровольцем для поездки в зону боевых действий. В течение месяца он побывал в трех населенных пунктах – Рубежном, Первомайске и Луганске. Из нашей больницы выявился пять человек, из пяти человек по решению главного врача решил поехать я. А что касается зов моей души, который туда потянул, скорее всего, это просто такой-то патриотизм, что ли сказать. Там он не только оказывал медицинскую помощь военнослужащим и населению, но и в составе бригады врачей налаживал административное управление местными больницами. Мы приехали с докторами, с средним персоналом. Нашли мы по городу, те, которые там раньше работали, повара, санитарки, всех мы собрали, а потом через них начали искать врачей. А врачи, когда приходили, они даже нам подсказали, где есть какие-то оборудования, куда мы их прятали, мы все. И как бы два дня хватило нам того, чтобы в Рубежном полноценно начать работу в больнице. В 90-е годы во время прохождения срочной службы в армии Рустамов-Индиев также находился в зоне военного конфликта в Чеченской республике. Опыт, полученный тогда, повлиял на нынешнее решение отправиться в горячую точку. На этот раз медицинские учреждения находились на некотором отдалении от линии фронта. Что касается подальше, километра 15-20, стрелки, шум, день, ночь слышно было. Однако мы уже как-то привыкли к этому, на это внимание никто не обращал. По словам Рустама Эйфендиева, для врача нет ни своих, ни чужих. Он оказывал помощь всем раненым без исключения. Мы продразделили их, условно говоря, на две части. Врач и жесткая субординация и пациент. Вот эту сортировку проводили мы изначально, по степени тяжести. А что касается свой, не свой, это мы на это время не обращали. За неделю работы в Первомайской больнице с руководством учреждения выстроились хорошие отношения, которые планируется развивать в будущем. От них получал письмо недавно, что они до сих пор умоляли, вы нас не забыли, опять-таки хотят, что мы каким-то визитом в сентябре приехали к ним. Желательно с руководством нашим, чтобы они какой-то процесс, есть такой интеграции, когда луганская медицина, она плавно внедряется в российскую медицину. Здесь у них свои аспекты, свои нюансы. Вот как-то сгладить, как говорят, острые углы, чтобы работа началась полноценно в таком же масштабе, как в таком же форме, в таком же формате, как в российских городских больницах. Ожидается, что новая поездка состоится в начале осени. Дмитрий Книга, Кирилл Иванов и Екатерина Давлятова. Видное ТВ.